Ребята, всем привет! С вами Макс Калал, Red Group. В столь позднее время я записываю ролик, выложив его сразу же после записи. Немножко был запущен у меня день, максимально продуктивный, да, и не было времени даже заснять видео. Поэтому сегодня мы заканчиваем нашу серию выпусков, связанных с гуглом. Я все-таки решил, несмотря на то, что последний выпуск набирает мало просмотров, я решил завершить эту рубрику, чтобы уже к ней возвращаться потом и сделать уже наконец-таки адаптацию этой странички. Напомню, что в этом плейлисте мы делаем полностью с нуля верстку главной страницы гугла. То есть с нуля, вот, как вы сейчас видите, это тот результат, который получился. Я думаю, очень похоже на оригинал. И, ну, то есть единственное отличие, опять же, в анимации, в плавности, которую мы здесь добавили. Вот видите, элементы плавно наводятся. Это мы сделали, и, собственно, jQuery в прошлом уроке мы реализовали такую тему. Вот. И причем при клике в отдельную область она закрывается. Вот что мы реализовали. Значит, я еще вам обещал, что если наберется там какой-то количество просмотров, да, если будет какая-то активность, то я сделаю адаптацию. Но активность не набралась, но я при этом принял решение, что все равно нужно сделать, потому что, ну, чтобы закрыть уже этот плейлист и уже отойти от этой темы, да, идти уже к следующим задачам и так далее, к следующим новым видео для нашего канала. Вот. Огромное спасибо, ребят, что подписывались на канал. Если не подписались, опять же, 70% досмотрите без подписки, обязательно подписывайтесь, ребят. Если вы подпишетесь, то вы станете реально крутым разработчиком. И та информация, которую вы здесь получите, она реально вам поможет в жизни, в частности, в работе, в разработке, в веб-разработке. И мне кажется, это реально круто. Вот. Также не забываем, что когда наберем тысячу подписчиков, я проведу первый прямой эфир, где буду разбирать ваши работы, ваши верстки и делить своим мнением, как бы я сделал лучше и так далее, и так далее. Вот. Продолжаем. Времени не особо много, потому что уже поздно. Хотелось бы, конечно, пойти спать, но челлендж есть челлендж. Я сейчас каждый день выкладываю ролики для того, чтобы, опять же, спрогрессировать. И я вижу активность, что все-таки подписки пошли, и это очень радует. Так. У нас единственное, не открыта Куала. Давайте мы ее откроем. Куала. Не открыта она у нас. Сейчас откроем быстренько. И начнем уже адаптацию, наконец-то. Так. Все. Открыли Куалу. Теперь открываем Атом. Мы делаем в Атоме. Каждый ролик мы меняем... Ну, не каждый ролик, каждый плейлист мы меняем редактор для того, чтобы на одном не зацикливаться, да, и чтобы было какое-то разнообразие. Таким образом выглядит мой файл Adaptive SAS. Это... Я не буду сейчас рассказывать, как что работает. В принципе, думаю, здесь все понятно. Цель у меня показать, как именно сделать сайт Google. Поэтому я буду показывать чисто мою работу. Это не совсем обучающий ролик, но вы можете отсюда взять какие-нибудь прикольные моменты. Если хотите отдельно изучить медиазапросы, то у нас есть курс на HTML lessons. Сейчас. Cshow2, да. Это второе CSS в стиле. И здесь вот есть медиазапрос адаптации. 17 урок. Вот. Здесь стоит значок платный, но у нас сейчас премиум доступ. Если вы перейдете, да, я не могу сейчас посмотреть. Если только откроется инкогнито, у нас сейчас за 1 рубль доступ на 5 дней, да, за 1 рубль получается. Вот. Ну, вы именно получите этот тариф, но при этом на 5 дней за 1 рубль. То есть практически бесплатно. Бесплатно мы не можем сделать, потому что это не позволяет сделать платежную систему, да, чтобы нам зафиксировать как-то эту карту. Поэтому вот как-то так, ребят. Поэтому переходим, регаемся, и, собственно, за 1 рубль можете получить доступ, и там уже пользоваться. Можете отвязать потом карту и ничего не оплачивать. Итак, погнали. Значит, у меня здесь не буду объяснять свои медиазапросы. Я использую такие. Некоторые, может быть, сейчас возмутятся, да, и скажут, что это неправильный запрос используется и так далее. Но мне так удобно, и, в принципе, пока все сайты, которые я делаю, они адаптивны. Так, давайте респонсив. Я сброшу здесь, значит, эту всю историю и начну, значит, как-нибудь это все дело сужать. Да, вот так мы сделаем и будем сужать. Так, пока что все окей. И мы видим, что внизу у нас уже подходит, оп, и все, сбросилось, да, оп. Все, подходит, подходит и сбрасывается. Отлично, то есть до, получается, 992 у нас идет медиазапрос, то есть 770 возьмем, давайте, 770. То есть это другой край. И теперь мы сделаем здесь небольшую адаптацию для именно нашего футера. Опять же, повторюсь, в гугле нет адаптации, в гугле, ну, не буду сейчас показывать, но если вы посмотрите в гугле, там просто масштабирование. То есть у вас был такой сайт, потом он масштабируется и помещается в рамки экрана, да, то есть там нет как таковой адаптации, которую я сейчас сделаю, собственно. У нас этим-то сайты будут отличаться, чтобы вы понимали просто, о чем я говорю. Что я предлагаю здесь сделать? Значит, размер шрифта менять на 12, мне кажется, слишком маловато, да, то есть если мы сейчас сделаем 12, давайте здесь фон сайд 12 пикселей, то маловато и эффекта никого нет. Нам нужно что сделать? На одну строчку поставить вот эту елку, на вторую вот эту елку. Можем это сделать с помощью flex decoration column, можем сделать с помощью flex wrap просто. То есть если мы напишем дисплей, то есть я прошу прощения, flex wrap, wrap, да, то есть у нас все перенеслось автоматически, и, наверное, мы так и поступим. Собственно, если вы не знаете, как использовать flex, опять же, у нас есть, во-первых, курс на сайте, во-вторых, я прошлый урок, ссылочку оставлю в описании, делал максимально подробно про flexbox за 20 минут, Ну, поэтому, ребята, если не знаете, что такое flexbox, то можете посмотреть, я максимально все свойства разобрал, именно те свойства, которые реально вам понадобятся, и не без всякой там лапши и так далее. Так, переходим в медиазапрос сюда и вставляем, собственно. Так, напомню, что я использую SAS, и мне так более комфортно. Так, блин, flex wrap, не хочет он раскрываться, бывает такое, flex wrap, wrap, не хочет он раскрываться. Также я предлагаю обратиться к mnufooter, да, то есть это внутри UL, и тут сделать именно к первому UL, хотя можно к двоим, да, в принципе. Кстати, мы к двоим, наверное, сделаем, вот так. Все, вот так получше. Так, единственное, у нас прокрутка не работает на сайте, напомню вам. Напомню, прокрутка не работает. Футер, так, так-так-так, футер, и чего-то он у нас начал барахлить. А у нас здесь стоит height, ограничение, да, по height. Давайте мы это ограничение поставим minheight, да, опять же, вернемся сюда, line, и тут поставим именно minheight 40, чтобы верхний блок у нас фиксировался, а все остальное пусть будет побольше. Вот таким образом мы это все сделали. Окей, теперь сайт смотрится более красиво и адаптивно, да, ничего не вылазит и так далее. Уменьшаем дальше. У нас дальше идет следующий point, это 768, да, здесь было, соответственно, он идет следующим, но мы берем нижний порог, то есть не 480, примерно, 485, там уже в пикселях разницы нет особо, да, вы не стремитесь же делать там супер попиксельно. Хотя если возникают при тестировании каких-то устройствах проблемы, то вы их уже исправляете. И видим, да, что у нас прикрепляется поиск, и это некрасиво, потому что в любой адаптации должны быть по краям отступы, потому что если нет отступов, то это смотрится некрасиво, оно прилегает. И это как таково правило уже, да, в принципе, в мобильной адаптации, то, что должны быть отступы. У нас их нету, не по той простой причине, что мы здесь писали MaxVis 570, я же в свою очередь предлагаю сделать MaxVis 95%, примерно, а можно и 90 на самом деле, да, вот 90 мне больше нравится, можно где-то 92 сделать, давайте, наверное, или все-таки 90, давайте 90 оставим, и это мы вот сюда напишем. То есть MaxVis 90%. Это нам позволит как раз создать эти отступы по краям. Здесь двигать я не вижу пока что смысла, здесь, хотя, может быть, и стоило подвинуть. Вот мне единственное не нравится, что здесь у нас появилось какое-то такое расстояние лишнее, поэтому мы здесь PaddingRide под уменьшим немного, чтобы у нас влезли все элементы меню. Вот, все замечательно, пишем PaddingRide 10. Я обычно для быстроты не пишу в AdaptiveSans полноценный SAS код, то есть я мог бы сейчас здесь, ну, вот здесь написал, да, структурку, здесь я мог бы тоже написать структуру, ну, план плохой, например, но я, допустим, мог написать фрапер, да, потом к нему здесь еще футер, ну, вы поняли. Я этого не делаю, потому что это, так, назад, Ctrl-Y, потому что это по той простой причине, что это, ну, достаточно затянуто будет и, ну, долго, да, то есть гораздо быстрее просто копировать, вставлять и менять какое-то свойство. В принципе, этот файл не требует от вас какой-то особой, там, синтаксис и так далее, поэтому я делаю именно таким образом. Так, все, этот момент сделали, все, у нас все адаптивно, красиво смотрится. Следующий поинт, это, так, а что у нас, кстати, 435, подожди, 490, ну, разницы нет, в принципе, окей. Следующий поинт 360, здесь мы видим, у нас уже некоторое, я предлагаю, уменьшить, да, некрасиво уже смотрится этот отступ, дать его сделаем поменьше, и, в принципе, везде в этой части. Я вот этим отступом в последнее время не пользуюсь, MaxVis 3020, потому что он у меня стоит, как бы, да, в рамках того, что раньше я его использовал, но сейчас почему-то, не знаю, смартфоны не требуют такого разрешения маленького, и, в принципе, все помещаются в диапазон от 320 до 480, и, в принципе, ну, они не требуют реально такого маленького разрешения. Я предлагаю сделать по 20 пикселей здесь, прошу прощения 20 пикселей, и то же самое сделать с вот этой историей. Так, вот эта история, где у нас здесь, где у нас здесь, вот, паддинг 25. Так, здесь предлагаю сделать тогда паддинг 0.15, да, чтобы был покрасивее, смотрел все вот так уже получше. По поводу вот этой истории, ну, что, последний элемент, просто предлагаю ему сделать тогда отступ, потому что здесь он уже по-любому не влезет, как бы, предлагаю ему, да, сделать некий отступ. Как мы это будем делать? Мы зайдем сюда, у нас уже определен last child, псевдоэлемент, и мы ему сделаем просто margin top 10 пикселей. Что у нас получится? У нас получится такая картинка, и я бы на самом деле первому, 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 так, здесь, конечно, не подойти, да, давайте вот первому, так, сюда, и first child мы сделаем margin bottom 0, чтобы вот этот отступ убрать. Окей, я, наверное, бы сделал этому тоже бы еще отступ. Чтобы это смотреть как общая вся структурка, поэтому, наверное, все-таки я бы еще, давайте мы это как-нибудь сейчас скопируем, да, ставим, так, назад. Я бы все-таки здесь сделал бы, давайте теперь last child, да, и здесь бы сделал margin top 0, чтобы у нас все это смотрело красиво. Теперь смотрится как единая структурка, и, в принципе, ну, мне нравится результат. Здесь все-таки кнопочки работают, формочка работает, и, единственное, мы с вами не проверяли эту историю. В принципе, она везде одинаковая, да. Я бы ее здесь все-таки подуменьшил, давайте мы этим сейчас и займемся. Это совсем уже упустил из виду, эту всю историю. Я бы здесь все-таки сделал поменьше, да, то есть... Вот примерно 230 я бы оставил, то есть... Viz 230, 230 пикселей. Окей, так, далее, внутри у нас есть scroll, wrapper. Так, у wrapper какие здесь параметры? Я не знаю, мы их сохраним или что, или нет? Я думаю, мы их сохраним все-таки, нам, в принципе... Нас устраивают такие параметры, wrapper. Давайте мы решим вопрос с этим. Да, то есть здесь делаем Viz примерно по 48, но там, скорее всего, поменьше будет. Не поместится 48. Не поместится, собственно, из-за марджинов. Марджин, марджин. Так, это нижний, но мы его тоже подуменьшим. И мне важно вот этот марджин. Да, то есть мы идем сюда, пишем... А, ну, он уже у нас есть, да, прошу прощения. Марджин на 0, 0, 2. Так, 0, 2 и 19 пикселей. Так, ну здесь не 19, здесь 15. Я хотел подуменьшить. Пинажки, я думаю, достаточно. Меньше, я думаю, не стоит. И все-таки картинку... MaxViz 100% не можем сделать. Не, ну слишком крупно будет объективно. Поэтому не будем этим заниматься и просто обновим страницу. Так, сейчас уйдет надпись, нажимаем. Так, у нас что есть? Здесь какие-то непонятные, почему у нас проседают... А, здесь у нас линия HR. Давайте ее уберем все-таки, да. Так, HR, HR. А, где этот HR? User window, вот аккаунт. HR, да, у нас он здесь лишний явно. И теперь, если мы посмотрим... Может быть, откроем? Так, все хорошо. Единственное, кнопочка у нас тоже ушла погулять. Кнопочка ушла погулять. Что мы с ней можем сделать? Во-первых, можем уменьшить два раза. То есть делать 5 пикселей. И 8 уже лучше. Так, и отступы. 10 пикселей. Ну, давайте по 10 пикселей просто сделаем, наверное. Да, вот так-то получше. Давайте btnb. Так, btnb, значит, здесь margin по 10. И padding 5 и 8 пикселей. Окей, этот момент мы сохранили. Теперь обновляем страничку. И что мы видим? В принципе, у нас все готово. Да, если мы посмотрим здесь, все отлично адаптация сделана. Плюс-минус, да, опять же, можно тут еще допиливать и так далее. Но такая база адаптация какая-то готова. Вот, собственно, что еще? Ну, что, наверное, все, да? Адаптация у нас готова. Мы с вами полностью весь сайт проадаптировали. Начинается разрешение текущего до, вплоть до 360 пикселей. А это вполне достаточно для мобильных устройств текущего времени, так сказать. Вот, урок вышел небольшой. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Не забываем подписывать, ставить лайки. Обязательно регистрируйтесь на моем проекте html.ru. Это проект, который я сам сделал. И он очень крутой, на самом деле. Если вы хотели что-то новенькое в интерактивных курсах, то этот дизайн, который там сейчас, вам просто несет голову. И реально вы там останетесь, я уверен. Пусть даже там не супермного, как у тех же конкурентов уроков, курсов и так далее. Но сама идея, сама приятность этого проекта, она реально к себе как бы наставляет. И я думаю, вы захотите там реально учиться. Вот. Огромное спасибо за просмотр, ребят. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. С вами был Макс. Всем пока.